Своих проповедь вы ничего не говорите о возможности повторного венчания. Можно ли повторно венчаться, если первый брак распался, потому что супруг ушел-ушла из семьи, оставил супруга. Да, стараюсь не говорить, это правда о повторном венчании. И я объясню почему. Потому что на самом деле церковь этого не знала никогда. Второго брака не существовало. И это, знаете, на что похоже? На протез инвалиду, у которого нет нормального органа. Приходится протезом пользоваться. На Руси так говорят, первым куском наелся, вторым подавишься. Так вот, жесткая, но правда. И кто из нас побывал в браке не первый, не один раз, ну, немножко, раз 17, как минимум, тот знает, это все не брак. Так? Пародия, подобие, но не настоящее. Настоящее! Любовь! Настоящее брак будет один раз. И поэтому, и мы понимаем, почему Бог не создал сразу толпу мужиков и баб? Мог? Все, можно. Почему? Только один Е, одна, один Адам, одна Ева. Еще не Адам и Ева, а один Адам. Дух Святым, действий своим Господь, из Адама создал Ева. То есть, от одного человека, а не от двух. Все человечество. Так говорит в Библии. Это, знаете, что этим подчеркивается? Поэтому, отчего слова, моя вторая половина. Сколько половин? Ну, половин только две. Я думаю, вторая. Четырех, как? Три, уж не половина, третина, надо говорить. Четыре четвертины. Не половина называется. По-другому. Поэтому в древней церкви знали только одно, один брак. Поэтому венчание было только одно. Был император, по-моему, Лев. Не помню сейчас, простите, в Римской империи. Ой, нет, 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 не Лев. Но неважно, или Лев ли. Но неважно. В Римской, в Восточном империи, который заставил его попох, чтобы поменчать второй раз. Император. То есть, включение. Ну, сделал исключение. Стало правилом. Он же, этот император, и вторую выгнал, третью ввел, и заставил попов, и патриарха венчать. Отказались. Но чтобы голову сохранить на плечах, благословили. Третье раз благословение. Он ее от выгнал, четвертую привел. Но тут уже и на что, попы, безбожные люди? И то уж не выдержали. Ну, нет, больше нет. Все уже, куда уже? Соблазм людям. На этом закончился. И поэтому теперь исключение стало правилом. Можно два раза, а третий раз как исключение по благословению. Можно инвалиду ходить с протезом? Можно. Поэтому все рубим ноги, руки, пришиваем протезы. Зачем? Это исключение. Для увечных. Ты что себя в уроды ставишь сразу? Ты что не хочешь нормально добыть? Церковь знала только одно венчание. Поэтому в православной традиции после смерти водовства первое, что идет, вот перед ним кольцо с правой руки налево одевают. Почему? Ну, нет, мы его живы вторая половина на земле. А кольцо выкидывать? Нет! Его нет здесь. Но он-то есть бессмертной душой своей, есть в вечности. Мы встретимся опять. Мы встретимся опять. Смерть разлука временная. Поэтому, когда люди живут очень духовно, то они знают, случайностей не бывает. Волос голов не падает, нет там в воле небесного отца. А вот я скажу, не разошлись. А вот я овдовел. Я же не уморил свою жену. Нет, нет. Любил, старался лечить. Ну, умерла, овдовел. Что я в первую очередь скажу себе? Вот я что скажу себе? Ну, значит, Господь пропустил там быть, значит, для меня так полезней. Что мне думать, в первую очередь? Ну, другой бабенков подсматривать. Мне? Господь обмысел про меня. Освободил. Для каких целей? Для каких? Какая бабенка? При чем здесь бабенка? Мне о чем нужно думать? А мы в первую очередь живем, не зная Бога, плотью, удовольствиями, развлечениями и прочими глупостями. Поэтому нам и бабенки, и мужики, и пятый, и двадцать восьмой, все пора. Все пора. И опять к вопросу, почему нет общения? Потому что вот так было, да. Батюшка, прости на эти Христа. Я, конечно, понимаю, но, да, 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 да. Два раза вдова, да, батюшка. Понимаю возраст, шестьдесят три. Но так-то тяжело одной-то. Нет, ее бросали бы. Два раза вдова. Бог явно проявляет себя в жизни. Тяжело одной. А не будь одна-то. А кто тебе стоит быть одной-то? Живи с Богом и никогда не будешь одинока. Никогда не будешь одинока. Мои родные, а хоть у меня будет не одна жена или не три по очереди, а тридцать три сразу, гарем разведу, но при этом без Бога в душе, я все равно буду одинок. Все равно буду одинок. И при женах и мужьях, при детях и внуках, при живых родителях, братьях и сестрах, если нет души Бога, человек всегда одинок. На последней ступени внутренней не понят и не принят. Всегда одинок. Если ты хочешь настоящего неодиночества, научи жить с Господом. Сердце сгодит такой полнотой любви, что одиноким не будешь. Я много раз пример говорил. Мои родные, вспомним имя, которое знают в России все. Даже за границей признают. Бомжонка московская по имени Матрона. Сколько у нее было детей? Нисколько. Сколько раз замуж уходила? Инвалидка-то, бомжонка-то? Ни разу. Ну, здоровье какое у кого? У нее, что ли? Без ног слепая-то? Без угонной головой? Какая несчастная. Кто? Ты или она? Она была счастливейшим человеком. Она нужна была тысячам. И вот сейчас ее бездетную, бездетную, миллионы, не сговорясь, говорят, преподобные, мати наша, Матрона, от нас дети стыдят нас матерями, отцами называть не хотят. Ее бездетную мы чужие матерью называем. Почему? Она стяжала главное. Поэтому никогда не была одинокой. И вся была всем нужна. А мы в толпе часто одинокие. Нет, мои золотые. Поэтому церковь никогда не знала двух-трех браков. Это явление для духовно больных людей. Это мера послабления духовным уродикам, инвалидикам. Не способным, а, так сказать, не хотящим стать на высоту, высокого суда духовного призвания. Это заменители. Потому что настоящего в нас нет. Поэтому стараюсь об этом не говорить. И делаю сознательно это про вторые бракеты. Потому что в Писании сказано, Господь говорит, будьте совершенны, как Отец ваш Небесный совершен есть. Не к уродству, к совершенству дает нас Господь. Вот что у стремится. Не думать, как бы сделать отступление назад, а как идти вперед в победе. Вот путь православных. Вот путь православных. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...